всем привет с вами ольга чернова моя народная азбука пикировать баклажаны или нет этот вопрос тоже волнует многих начинающих если я перед этим рассказывала вот когда и как сеять баклажаны если вы видели этот видеоролик то вы наверное помните что я сказала что это самая капризная рассада самое сложное выращивание так считают и начинающие которые по несколько лет не могут ее вырастить и даже опытные огородники которые выращивают рассаду на продажу вы вероятно видели на рынках что томатов всегда полный рынок полно много и огурцов и даже арбузов огурцы и арбузы даже намного легче вырастить чем вот эти баклажаны баклажаны сопряжены с такими трудностями почему потому что у них длительный сок срок вегетации также у как перцев но перцы они более выносливые а баклажаны еще более капризной чем перцы и вот эти два фактора длительный срок вегетации их не восприимчивость к болезням к различным вот но некомфортным условиям если у вас будет холодновато грунт будет прохладной возможно корневые гнили если у вас будет недостаточно солнца если перец он не сильно вытягивается то баклажаны вытянутся и вот связи с этим ответ на вопрос как выращивать баклажаны с пикировкой или нет многие специалисты отвечают однозначно если вы только начинаете то лучше всего сеять без пикировки потому что во время пикировки мало того что он и так слабенький иногда бывает сенец ему и так не хватает солнца ему недостаточно тепла в наших помещениях особенно если на окне если еще потревожите корневую систему то 50 процентов таких посадок может погибнуть очень очень они капризные с ними надо быть очень осторожными и вот я как от чистого сердца советую тем кто только начинает если вы начинающий и если у вас мало количество маленькая если у вас не несколько тысяч вы собираетесь садить а 10 или 20 лучше всего посеять без пикировки так же как про перец я говорила что пикировка конечно она необходима тем кто будет выращивать в больших количествах я вот когда сею в лотках бывает иногда первоначальный посев и по 50 и по 100 семечек и потом при пикировкой я отбраковываю слабые но для чего сеем мы с пикировкой для того чтобы место поменьше занимала вот это все арава вся огромная братва и если нет нужды если есть место на стеллаже или на подоконнике конечно лучше без пикировки а без пикировки чем хорошо вы посеяли один раз это семечко можно в кассеты прекрасно растет перец баклажан в кассетах я иногда выращиваю но я выращиваю кассеты большие там насколько-то на 40 на 50 человек раскладываю и вот все 50 они растут все-таки он у нас индивидуальный житель и мы лучше одному лучше чтобы рядом не было никаких соседей чтобы корневая система ни с кем перед не переплеталась потом чтобы когда рассаживать начнете чтобы она не дай бог не оторвались эти корешки в кассетах что удобно его возьмешь вот так раз достанешь компактная вот эта корневая система в луночку поставил закрыл все он даже не почувствует пересадки а если вы будете в лотке сеять потом пикировать куда-то и конечно все это задержка в росте возможно какие-то болезни будут без пикировки можно в кассеты можно стаканчики можно прям в лотки но просто если вы посадили в лоток он у вас будет расти в лотке в этом в одном самого посева до высадки в грунт есть лотки разделенные на ячейки потом вот это вот убираешь как такие так решетки у меня есть такие можно не разделять но если вы будете выращивать без пикировки вы имейте в виду что в одном лотке у вас должно быть всего 12 но от силы 16 штучек баклажан у них большие листья они такие раскидистые если вы их высадите больше 12 но больше 16 сколько там смотря какой лоток они будут мешать друг другу будет опять же солнце загораживаться и вот осев без пикировки только для тех у кого маленькое количество баклажанов у кого есть достаточное место под лампой потому что досвечивать их все-таки рекомендуют обязательно потому что они очень нежные но некоторые выращивают без досветки но вы поймите все это сказывается на качестве рассады хотите хорошую рассаду вырастить обязательно лампа должна быть у вас в феврале если лампа нет ну значит готовьтесь к тому что она будет немного слабее может быть тоньше будет стебелек может быть она будет вытянутая может быть бледные листики и потом тогда вопрос почему у меня рассада не удается там уже не надо задавать но ясно почему если нет солнца если недостаток тепла еще нарушен режим полива то рассада будет уже снижается из-за каждого фактора снижается качество рассады все про баклажаны вот мое мнение но все выращивают по-разному я еще раз повторю что я из пикировкой выращиваю но потому что только опыт наработанные годами позволяет людям выращивать баклажаны с пикировкой без ущерба для качества рассады мой совет начинающим только без пикировки посадили или в кассету или в стаканчик или в лоток и вот эта корневая система без всяких вмешательств должна дорасти до того времени пока его не будете высаживать все и вы знаете что даже после высадки даже взрослый баклажан он сильно долго болеет у него вот эти вот ушки повиснут листики его и прикрывают газетами прикрывают кустиками еще раз говорю очень капризная культура научиться выращивать надо пробуйте пробуйте на небольшом количестве на одном лоточке на 12 например штуках или два лотка 24 штуки вырастите один-два раза без пикировки потом возможно отважитесь на выращивание с пересадкой с пикировкой даже с двойной я вот когда рассады много баклажановая выращивала по несколько полторы тысячи самый большой был больше я не берусь за нее я ее пикировала и также прищипывала корешки но это все произошло только после 10 лет выращивания рассады баклажан все до свидания с вами была ольга чернова и этого я вот высказываю вам свои опасения насчет рассады баклажан будьте осторожны не думайте что она вырастет у вас также просто как томат или как перец нет она вам задаст задачки которые возможно некоторым будут первый год не по силам пробуйте второй раз третий четвертый у меня получилось на четвертый год качественная рассада до свидания с вами была ольга чернова выращивание баклажан а именно какой выбрать способ с пикировкой или нет это вы должны решить еще до посева потому что от выбранного способа зависит именно вот это вот расстояние между семенами когда вы будете раскладывать при посеве все